Периодически на страницах газет или на полосах интернета появляется слово «трансгуманизм». Так устроено массовое восприятие, что оно иногда начинает скучать и выхватывает словечки из научного обихода. И «трансгуманизм» — это словцо такое очень красивое, очень выразительное и очень мудреное, поэтому как бы его не усвоить. Как мы помним, Фима Собак, героиня бессмертного произведения Ильфа и Петрова, тоже знала некоторое количество умных слов. Вот так же и слово «трансгуманизм» выхвачено и освоено новыми фильмами Собак. Что может нас заставить всерьез говорить о трансгуманизме, не рискуя тем, что мы можем вжиться ненароком в образ Фимы Собак и пойти по ее стопам? На первый взгляд оснований для этого не так уж много. Что утверждает теория трансгуманизма? То, что человек меняет сам себя и меняет сам себя телесно. Он должен врастить в себя какие-то чипы в свой мозг, чтобы увеличить возможности сознания или оперативной памяти на худой конец. Он должен обзавестись какими-то съемно-разъемными органами, которые будут выращиваться за счет нерожденных младенцев. Он должен прирастить себе крылья, например, старая мечта человечества. Он должен умереть, чтобы потом родиться, а именно заморозить себя в креогенной какой-нибудь установке, чтобы когда человечество дозреет до его воскрешения быть воскрешенным. Это тоже момент трансгуманизма, такое сохранение себя в морозилочке. Все это, в общем, очень скучные темы масс-медиа, темы поп-культуры. Они могут обыгрываться в комиксах, но что в них действительно есть для философского комментария? Для комментария вообще любого вдумчивого человека. Если всерьез говорить, то трансгуманизм это то, что отличало, вообще говоря, человечество всегда. Как только человек прибег к какому-то орудию, а орудийность это отличительная черта человека, он сразу достроил свое тело. Он сразу стал чем-то большим, чем он был до этого. И поскольку человек существует орудийное и действительно создающее технологии и существующее в технологиях, Трансгуманизм это то, что предшествовало появлению человека. Это первое, что здесь стоит отметить. Еще на что стоит действительно обратить внимание, это то, что трансгуманизм учит нас порвать с теми формами гуманизма, за которые приходится слишком дорого платить. Вообще мы должны быть честны. Вот ни одно преступление не совершалось без примеси каких-то гуманистических ценностей и идеалов. И чем крупнее преступление, чем больше его масштаб, а и война, естественно, является таким преступлением, тем больше вот этот и значимый этот гуманистический посыл, который содержится внутри тех, кто это преступление совершает, или тех, кто, например, развязывает войну. Любые гуманистические обобщения, любые гуманистические декларации, лозунги, транспаранты всегда склеиваются с помощью крови. Всегда кровь на этих транспарантах, на этих лозунгах, на этих обобщениях. Всегда можно найти эти следы крови, пусть они даже тщательно замыты. Вот что мы должны понимать. И в этом смысле трансгуманизм — это некое противоядие от издержек гуманизма. Вообще все издержки XX века, и Освенцем, и ГУЛАГ — это главные издержки, это издержки гуманизма. Потому что гуманизм превращает реального живого человека в арену экспериментов. Он превращает реального живого человека в лабораторный объект. Гуманизм исходит из того, что человек — это существо свободное, что он заброшен в мир, если выражаться языком Сартра. В действительности, и трансгуманизм нам это показывает, что человек — это существо, которое заброшено в некую сеть абстракций. И чем мы пытаемся достоверней выразить, что есть человек, а это главный вопрос философии, и не случайно Кант это наметил именно в качестве главного вопроса, вопроса человека, вопрос, который венчает другие кантовские вопросы. Чем мы достовернее пытаемся выяснить, что такое человек, чем мы ближе, казалось бы, к нему прикасаемся, вступаем в близкий контакт с ним, с этим явлением, тем больше возникает абстракций. Абстракция — это всегда то, что нас отделяет, то, что, может быть, что-то и описывает, и объясняет, но сразу одним махом. Без непосредственности, без контакта. Абстракция любая, она бесконтактна. И, говоря о человеке, мы всегда упускаем из виду людей, с которыми можно только непосредственно соприкоснуться, которых можно познать в некоем контакте, в некоем касании. И вся современная антропология, неоантропология, она строится на исследование вот этих касаний и их форм. И коммуникация рассматривается только через призму вот этих касаний, только как совокупность способов коснуться другого. А вот абстракции нас всегда от этого касания уберегали. Абстракции всегда были прокладками, которые делали невозможным это касание. Абстракция — это всегда некое стекло, которое нас отделяет от другого. Чтобы, может быть, на него лучше посмотреть, как смотрит на мышь в лаборатории. И вот гуманизм, он помещает человека в сеть абстракций. И человек, как муха, пойманная пауком, запутывается в этой сети. И более того, абстракции ранят. Абстракции вживляются в человека. Вот трансгуманизм говорит в действительности не о том, что нужно вживлять чипы в человеческий мозг, чтобы у нас больше была памяти или мы лучше соображали. А настоящий трансгуманизм говорит нам о другом. О том, что в нас вживляются абстракции. Мы с ними свыкаемся. Мы воспринимаем их как нечто свое. Как то, без чего мы не можем ни существовать, ни быть представленными. И вот вживление этих абстракций – это то, что интересует настоящих трансгуманистов, которые не увлечены просто инсценировкой каких-то научно-фантастических историй про чипы и киборгизацию человека и разнообразные протезы, которые можно ему как костяную ногу присобачить куда-то. Вот как вживляются абстракции? Как они живут в нас? Как они в нас прорастают? И какими издержками это оборачивается? И еще, конечно, трансгуманизм – это история про то, что человеческое действительно имеет массу определений. И в конечном счете, как человеческое можно определить все, что угодно. И, конечно, был прав Державин, говоря, что человек и бог и червь одновременно. Но еще важнее то, что то, чему учит нас вот этот настоящий трансгуманизм, отвлекающийся от научной фантастики. Мы можем наделить человечностью вещи и вместе с тем мы можем расчеловечить людей. И понимание человека, диалог с ним связан всегда с этим предательским обменом. Когда вещь может быть более человечной, большими человеческими качествами наделенной, чем некий человек. И забота о неких вещах может быть более последовательной, более внимательной, более добросердечной, чем забота о человеке. С другой стороны, для того, чтобы понимать, что есть человек, и этому тоже учит нас трансгуманизм, нужно видеть в нем некие моменты вещи. В живом видеть мертвое. И вообще говоря, человек на протяжении всей своей истории пытается отделиться от мира мертвых. И Бадрияр был совершенно прав, когда говорил, что человеческое сообщество начинается не с запрета на инцест. А человеческое сообщество начинается с того, что выделяются мертвые, от них отгораживаются, от них обособляются. И различие между мертвыми и живыми – это главное социальное различие. Но чем больше мы его проводим, тем больше возникает с этим проблем. Тот подход к человеку, который существует сегодня и который связан с настоящим трансгуманизмом – это выявление того, как человек в себе сочетает живое и мертвое. Потому что чем больше он хочет обособиться от мертвого, тем больше он интегрирует в себя мертвое. Прошлое во всех видах. Наследие, традицию, если угодно, если не понимать это понятие пошло. Вот этот диалог с мертвым, который не вынесен куда-то за пределы, а который находится в тебе и который часть тебя – это тот диалог, который человек постоянно ведет. И этот мертвый или это мертвый является тем самым настоящим другим с большой буквы, о котором любят рассуждать гуманисты. Вот чтобы понять, что есть другое, нужно понять, что в тебе есть нечто мертвое. Это мертвое прочнейшим образом соединено с живым. Человек – это конгломерат живого и мертвого, все более сложный, растущий вместе с агрегированием в себя мертвого, впитыванием в себя мертвого, а не только с отделением от него. И в этом тоже одно из важнейших открытий современного трансгуманизма человека – это гибрид живого и мертвого.